Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие гости, которые сегодня нас посетили. И хотя официально у нас будет празднование Рождества во вторник, но мы уже в последние вот эти дни, даже в прошлое воскресенье, мы уже начали отмечать этот день торжественный. Все у нас говорит о Рождестве, и я вас поздравляю с этим праздником. И в преддверии, как бы сказать, финала, когда у нас будет особое торжество, я бы хотел предложить тему, которая называется «Обещанный младенец». Наверное, те, кто уже имеют детей, если вы вспомните тот момент, когда у вас было, вы узнали, у нас будет ребенок. Наверное, непередаваемые чувства, когда пара, особенно если молодая, если они ждут первого ребенка, и вдруг наступает момент, когда им сообщают, когда они узнают, у вас будет ребенок. Особый трепет, особые ощущения проходят несколько месяцев, четыре месяца, они ждут результат УЗИ. А кто же будет? Пол ребенка хотят узнать. Если государство, где живут люди более современные, имеет технологии, им даже сообщат уже срок, когда будет рождение. И вот семья готовится к этому моменту, все готовят, наступает этот момент торжества. Но раньше не было многих технологий, которые имеем мы сейчас, но все время люди ожидали с трепетом рождения младенца и хотели, чтобы в семье родился ребенок. И в Библии есть несколько историй, которые говорят о том, как люди ждали ребенка. Я хочу предложить для нас посмотреть на эти истории. Первая история записана в Бытие, 18 глава. Я буду выборочно читать стихи. Это история о том, что Авраам и Сара не имели детей, и они хотели иметь наследника, хотели иметь ребенка, но детей не было. И вот Бог посетил их и возвестил, что у них будет ребенок. Бытие, 18 глава, 10 стих. К нему пришли ангелы и сказал один из них, «Я опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала ухода в шатер сзади его, 14 стих. «Если что трудное для Господа, в назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». 17 стих. И сказал Господь, «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Первая пара, Авраам и Сара, что они узнали? Они узнали срок, они узнали пол ребенка и узнали имя ребенка. Господь все им возвестил, дал им это обещание и даже открыл будущее, что они будут в будущем иметь. Следующая семья – это судей, 13 глава, 102 по 5 стих. Это родители Самсона. Судей, 13 глава, 2 стиха. «В то время был человек из Цоры от племени Данова именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей, «Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет на заре Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Эта семья также узнала результат, что у них будет ребенок. Они узнали пол ребенка, и Бог открыл им будущее. Для чего он предназначен? Следующая история – это 4 книга царств, 4 глава, 16-17 стих. 4 царств, 4, 16. Это история о том, что когда Елисей, пророк израильский, проходил мимо города Санам, одна женщина, богатая, со своим мужем, они построили ему комнату наверху своего жилища, и он там останавливался, когда проходил мимо. У них не было детей, и вот в один момент Елисей хотел сделать что-то доброе для них, и он попросил Бога, чтобы родился ребенок. И вот читаем 4 глава, 16 стих. «И сказал он Елисей женщине, «Через год в это самое время ты будешь держать на руках сына». И сказала она, «Нет, Господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей». И женщина стала беременнаю и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. Также Елисей сказал этой женщине, что у нее будет ребенок, срок назначил и пол ребенка назначил. Еще одна история, это Луки 1 глава, 13 по 17 стих. Еще одна пара не имела детей, Захария и Елизавета, и вот Бог открывает им. Луки 1, 13, 17. «Ангел же сказал ему, Захарии, «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от шрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предыдет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорив им образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Еще одна семья, которых не было детей, они уже были в преклонном возрасте, и вот Бог обещает им ребенка, говорит им результат, говорит им, что будет ребенок, говорят, пол ребенка возвещают, и имя ребенка, и также открывают будущее. И еще одна история, которая для нас сегодня в центре нашего внимания, это Луки, 1 глава, 30 по 35 стих, когда ангел пришел к Марии, «И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в очреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог, престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется сыном Божиим». Во всех этих случаях людям было возвещено о том, что у них родится ребенок. Когда у вас, вы узнали, те, кто имеет детей, что у вас будет ребенок, проходит некоторое время, ребенок уже родился, уже пошла жизненная суета, и мы начинаем думать, а кем этот ребенок вырастет? Мы ждали, это было только предвкушение, наступил этот момент, но теперь нужно ребенка воспитать, и мы начинаем в наших заботах думать, как направить ребенка, как его наставить, куда его отправить учиться, что в него, какие истины влагать, чему его научить, какую специальность дать. И мы думаем, а кем он вырастет? Что будет? Хорошо, когда ребенок вырастает и радует родителей, и приносит радость в обществу, но бывают дети, которые приносят огорчение, а хуже того, когда они творят зло, становятся какими-то преступниками, становятся известными личностями в плохом в мире. Это не приносит никакой радости. Некоторым из перечисленных людей, которых мы прочитали истории, Бог открыл будущее их детей. Для чего они предназначены? Самсон для того, чтобы спасти Израиля, Исаак для того, чтобы от него произвести народ великий, Захария и Елизавета узнали о том, что сын их будет предвестником Мессии, но никому из них Бог не открыл те стороны, которые будут приносить им скорбь. Бог не сказал Аврааму и Исааре, что вот родится Исаак, и у вас начнутся конфликты с Измаилом, и придется и знать Измаила, а в будущем у вас будет испытание, что нужно будет Исаака принести в жертву, а далее, когда Исаак вырастет, родной сын его обманет. И Бог не открыл им этого, Бог открыл им назначение, но вот это то, что будут скорби, Бог от них сокрыл. Бог не сказал Маною и его жене о том, что Самсон будет спасать филистимлян, но умрет, когда будет слепой, и на него обрушится храм филистимский. Не открыл им этого Бог. Бог не открыл через Елисея женщине, что через несколько лет этот ребенок умрет, который родился, и она переживет глубокую скорбь, хотя будет и воскрешение сына, и Бог в этом прославится. Так же не было открыто. Захария и Елизавета, они так же не знали, что их сыну отрубят голову. Но Мария, через несколько недель после рождения ребенка, она узнала о будущем. Мы читаем, это Евангелие от Луки, 2 глава, 29 по 35 стих. 2 глава Луки, 29 стих. Когда они принесли ребенка в храм, они встретились с Симеоном, и он говорит, «Ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоего с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, «Се лежит сей нападение и навосстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Мария имела стопроцентное материнские чувства к Иисусу Христу. Это был ребенок, которого она носила девять месяцев, которого она родила, которого она потом и растила. И чувства, которые матери чувствуют к своим детям, испытывают, и испытывала Мария к Иисусу Христу, как к ребенку. Но в то же самое время ей было открыто, кем будет Иисус Христос, что Он Сын Божий. И ей было открыто о том, что оружие ей пройдет душу. Всю жизнь, сколько она жила, она готовилась к тому, что оружие ей пройдет душу. Она не знала сразу деталей. Когда Христос, когда уже был на своем служении, Он открывал ученикам, и женщины следовали, и матери Иисуса следовала. Она, конечно же, слышала о том, что Христос говорил, что Ему предстоит умереть, но они тогда еще этого не понимали. Но Мария, так же, как и все мы, в Иисусе Христе нуждалась, как в личном Спасителе. Рождению в мир человека в основном радуется очень маленький круг. Это семья, родственники, друзья радуются, когда в какой-то семье родился ребенок. Если это какой-то знаменитый человек, может быть, круг этот расширяется, немножко больше, на уровень страны выходит. В рождении Иисуса Христа радуемся все мы. И мы бы не радовались рождению Иисуса Христа, если бы мы не знали смерти Иисуса Христа. Когда мы знаем смерть многих известных людей, всяких тиранов, гонителей, те, которые мучили людей, которые творили зло, никто не радуется их рождению. Многие люди даже проклинают их дни рождения, говорят, зачем такой человек вообще родился. Но мы радуемся Иисусу Христу, зная смерть Иисуса Христа. И для нас Рождество это не просто суета. К сожалению, кто не знает, голгофы, для них сегодня этот праздник, это просто видимые ритуалы, хорошее настроение, какое-то торжество, потому что они не пережили встречу с Иисусом Христом. Рождество Иисуса отличается от всех тем, что только в имени Иисуса можно обрести успокоение, умиротворение, покой, утешение, прощение, спасение. Он принес надежду, дал будущее. Мы имеем вечную жизнь в Иисусе Христе. Для знающих Иисуса Христа мертвого, распятого, Рождество – это особый праздник. Это по-настоящему торжество для нас, потому что мы знаем, почему Иисус Христос пришел, чтобы спасти нас. Во время, когда родился Иисус Христос, это не было просто суета вокруг младенца. И мы сегодня не говорим о пеленках, о подгузниках, о ребеночке, о всей той суете и том, что происходит в быту дома, когда приходит ребенок в мир. И когда Иисус родился, Писание говорит, что в духовном мире произошло нечто великое. Люди ожидали не мальчика маленького, люди ожидали Спасителя, Мессию, Освободителя, ангелы возвещали о том, что пришел освободитель. Об Иисусе Христе было пророками возвещено, что придет Освободитель. Они смотрели в будущее, они не смотрели просто и не видели перед собой этого младенца. Когда они пришли поклониться, они уже видели будущее, что у них будет освобождение. Братья и сестры, мы вспоминаем младенца и хоть атрибуты, которые нам помогают перенестись в то время, мы, может быть, делаем и в постановке, младенца, чтобы увидеть, детям нам передать. Но мы должны посмотреть туда, в будущее, на Голгофу. Иисус Христос, Который родился, вот принес спасение через крест. В этом радость наша, в этом торжество Рождества. И Он не остался мертвый, а воскрес. И теперь мы ожидаем встречи с Ним. И то, что мы сегодня празднуем, это говорит о том, что у нас по-настоящему есть радость. Радость, которая перенесется туда, в вечность, когда мы встретимся с Иисусом Христом и увидим Его лицом к лицу. И хочется в это утро, чтобы вместе нам поблагодарить Господа, что Он пришел в мир, не просто славно родился царем, в царских палатах и оставил какой-то след в истории, а что Он пришел и родился для нашего спасения, чтобы радость Рождества, она была на века и на всю вечную жизнь. Аминь. Помолимся. Спасибо.